Наш следующий материал о народном умельце из села Несь. Иван Литков превратил свой дом в настоящую мастерскую. Здесь рождаются на свет картины, фигуры из рога оленя и даже чучело животных. С мастером прикладного творчества познакомилась Алина Ваучейская. Дом Ивана Литкова – настоящая мастерская. Причем каждая картина написана по мотивам тундровой жизни. Например, вот здесь изображен покров в день. А что они сидят? Там шкура не лежат. Ничего нет. Мы племянниками на охоте морского зайца стреляли. Ну, били. И утром просулись, окрестно, было 14 октября. И выпал снег примерно вот такой толщины. И кругом все белое, и небо синее-синее. Только листва были желтые. Пейзажи заполярной тундры и морского побережья, дикие обитатели Арктики и сюрреалистичные композиции. Все это народный умелец Иван Литков переносит из своей памяти на деревянные планшеты. Так мастер называет срубы ольхи. Пишет акварелью и гуашью. А еще вырезает рисунки на коже и ваяет шедевры из рога оленя. По нему, как это матуя называется, оленя впереди торчат. Вот еще хватит что-то времени. Хорошо поддается, да, обработке? А ее здесь хорошо берет. В руках Ивана Литкова рождаются фигурки обитателей Седого Канина. Талисманы и брелоки. Умелец по-настоящему влюблен в свое дело. А в селенесь уже заполучил негласное звание мастера на все руки. Буквально недавно сделал тоже сюда. Огромные лыжи, обтянутые оленями шкурами, называются камусницы. Деревянное основание выполняется из осины или ольхи. Такое средство для передвижения пользуется огромной популярностью у охотников из северных широт. Потом, когда тепло, те лыжи начинают просто прилипать. Хоть пластиковые, хоть такие. А эти лыжи идут, им поборозжут. Все. А ножку можно подняться вот так. Ой, шерсть тогда тормозит. А впереди у них шерсть блиншая. Это типа как тормоз. Своё мастерство Иван Литков передал племяннику Тимуру. Научил парня выделывать шкуры, обрабатывать кость. Но главным увлечением для Тимура стала токсидермия. Это изготовление чучел животных. Начинал самоучкой, а с 2012 года занялся изготовлением чучел профессионально, когда работал в студии Сухарева в Санкт-Петербурге. Сегодня на создание одной фигуры у Тимура уходит порядка двух дней. Нравится, как сидишь, просто делаешь, получается результат. Смотришь уже, интересно, свой трофей какой-нибудь тоже сделать. Потом, когда смотришь на него, он висит, не думаешь. Вспоминаешь тот момент, какой-то охотничь, такая ситуация. Вроде столько времени прошло, посмотрел, как будто бы это вчера было. Прикладное творчество не даёт скучать народным умельцам. Руки всегда заняты делом, а вдохновение подкидывает новые идеи для работ. В каждую картину, в каждую фигуру мастера вкладывают душу. Этим и живут. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, Телеканал Север, Село Несь. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, Телеканал Север, Село Несь.